Полировка спуска ножа в зеркало с помощью алмазной суспензии от компании HEPSTON. Это 3 и 1 микрон. Всем мира, добра и любви! Постоянные зрители моего канала знают, что это уже третья серия видео с вот этим ножом. Первая серия это был процесс выравнивания спусков на вот этом ноже. И вот на этом этапе я использовал очень крупный алмазный брусок. Это 200 грит китайский алмазный брусок и наделал достаточно глубокой риски. Когда я ее увидел, я решил, что в рамках одной заточки ее убирать не совсем правильно, поскольку это рабочий нож. Можно попользоваться ножом, поскольку нарез это не влияет. А потом в рамках уже второй заточки сделать чистовую заточку с выходом идеальной поверхностью от бруска алмаза 7.5, например. Или же Эльбора 7.5. И потом, когда будет равномерная картинка после 7.5, пройтись, например, камнем. Это был запланированный второй этап камня от компании HEPSTON 4000. И посмотреть, как будет меняться поверхность. Посмотреть все это под микроскопом. Но потом я подумал еще раз и подумал, а почему бы не протестировать этот камень 4000 грит, даже несмотря на вот эту глубокую риску. Я это сделал на втором этапе, было это видео у меня на канале. И этот камень полностью выровнял вот этот спуск. И сейчас здесь равномерная такая матовая, полуматовая поверхность. Есть небольшой блеск. Зеркалом это, конечно же, назвать нельзя. Это просто такая приятная полуматовая поверхность. И она просматривается, конечно же, намного интереснее и приятнее, чем было до этого. После исключительной работы алмаза с вот этой риской и так далее. Кто не смотрел видео, первое, второе посмотрите, увидите разницу. И вот когда я увидел вот эту ее равномерную поверхность, я решил, а почему бы не попользоваться еще и суспензией от компании HEPSTON. Я уже пользовался тремя микронами. Очень хороший результат. Получилось очень красивое зеркало. Ну а здесь, если не проявится риска, и я увижу, что поверхность после трех микрон очень красивая, я еще и попользуюсь одним микроном. То есть это я еще не пользовался. Вот у меня новый есть брусок, поскольку для каждой суспензии надо использовать свой брусок. Это понятно, я надеюсь. Поскольку не получится проявить результат после одного микрона, если вы нанесете его на пасту или на брусок, где уже есть паста или суспензия в 3 микрона. Поэтому каждый брусок, делайте метки, используйте со своей пастой. Это просто рекомендация для новичков. Может кто-то запутаться и не понимать, почему не меняется результат и так далее. Ну в любом случае, сейчас буду все делать это, и вы посмотрите на результат. Все ссылки на инструмент, который я буду использовать, в данном случае это Hebstan RS, с дополнительных модулей, здесь модуль точной настройки регулировки угла заточки, вот этот модуль плавного скольжения с втулкой внутри, он нестандартный. Также здесь есть зажимы от R2, они длиннее и позволяют более острый угол заточки установить. Ну и камень я в данном видео не буду использовать, но здесь финиш сейчас и результат после этого камня. Поэтому я решил его показать. Ну и буду все это прорабатывать суспензией алмазной, очень хорошего качества. Я там почитал о этой суспензии, много интересного на сайте самому указано. Ну и как показала практика, уже с вот этой пастой очень хороший результат получается. И у зрителя моего канала есть возможность получить скидку от этого производителя по промокоду BYBEST. Все это я оставлю в описании под данным видео. А сейчас я приступаю к самой полировке. Вы смотрите на результат. В конце этого видео я прокомментирую, конечно же, результат и покажу вам его в принципе. И сделаем выводы уже по этой полировке. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...